Здравствуйте! Это программа интервью. Я Татьяна Донцова. И сегодня мы пригласили к разговору заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда России по Хакассии Николая Дурасова. Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Николай Владимирович, новая пенсионная система в России постоянно меняется. Есть и нововведения, которые начнут действовать буквально апрель-май. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается это новшество? Значит, с 1 апреля вводится ежемесячная отчетность. Она будет предоставляться за апрель до 10 мая. Отчетность простая. Будет содержать фамилии, имя, отчество, страховой номер и ИНН. Для чего это делается? Для того, чтобы сегодня понять, кто из наших пенсионеров работает, а кто нет. Ну и, соответственно, все повышения, которые предусмотрены законом, они будут применяться в отношении неработающих. Работающих будет прежний размер. Как только они перестают работать, соответственно, информация у нас в базе появляется посредством этой отчетности. И им начисляются все индексации. Ну вот вы как раз затронули тему вот дифференцированного подхода к индексации пенсий. Если пенсионер перестает работать, он должен уведомить пенсионный фонд. Вот в пенсионный фонд Хакасии поступают такие заявления? Такие заявления поступают. Они рассчитаны и нужно обращаться с заявлением в определенный период. Ну, скажем, до 30 июня. Затем обращаться не нужно будет. Эту информацию работодатель будет нам предоставлять за каждого работающего пенсионера. И, соответственно, мы будем это делать автоматически, без участия самого пенсионера. А сегодня, вот на сегодняшний день пока с заявлениями, конечно, еще обращаются. Но это за те периоды, которые были до введения ежемесячной отчетности. Ну вот новая форма отчетности, о которой вы уже сказали, избавит пенсионеров от похода в пенсионный фонд. То есть им вообще не нужно будет ходить в пенсионный фонд? Это будет делаться автоматически ваши специалисты и работодатель? Да, вот будет у них взаимосвязь? Пенсионер будет исключен из этой цепи? Да, но это будет ориентировочно, наверное, с 1 июля. То есть первую отчетность мы примем за апрель. Мы уже видим работающих пенсионеров затем за май, за июнь, за июль и так далее. И, соответственно, эта информация будет обрабатываться в наших базах. И пенсионер, который не работает, но был работающим, да, и о нем информация поступила в пенсионный фонд, он автоматически в наших базах будет отображаться как неработающий. И те индексации, которые были ему приостановлены, они будут производиться в полном объеме. То есть посещать пенсионный фонд не нужно будет. Когда работодателям предстоит сдать первую отчетность по новой форме? И вообще в какие числа это будет? Какие границы установлены законом? Сроки сжаты до 10 мая включительно. То есть получается там, если считать, что первое, второе, третье – это праздники и выходные, то получается там 4 рабочих дня. Но опять же, я напомню, что это где-то порядка 16 тысяч наших работодателей будет отчитываться. И основная из них масса, это порядка 90% отчитываются в электронном виде. То есть через оператора связи. Это можно сделать в выходной день первого. Это можно сделать вечером в 23.00. То есть все они как бы работают. Начало месяца. Там отчетная какая-то компания у них идет. Они там в налоговую что-то сдают. Ну вот дополнительно будут сдавать еще в пенсионный фонд ежемесячный отчет. Форма его очень простая. Я еще раз повторю, что это фамилия, имя, отчество, страховой номер пенсионной и ННН налоговой инспекции. Ну и, наверное, заверенные должны быть документы, да, каким-то образом? Конечно, если электронный документ, то это электронно-цифровая подпись. Если это на бумаге, соответственно, подпись и печать. В принципе, все все знают. То есть никаких новшеств особых там нет. И многие сегодня как бы задаются вопросом, как заполнить, чего заполнить. Все очень просто. Мы вот семинар провели 6 апреля. Его проводила Хакасия.ру. Где-то порядка 500 бухгалтеров было. Дворец молодежи абаканский. Форму эту показали, рассказали. Вопросов особых не возникло. То есть форма ежемесячной отчетности очень простая. Ну а кто-то уже отчитался, кто-то уже предоставил сведения? В принципе, вот информации этой пока у меня нет. Но на сегодняшний день отчитываться уже можно. То есть работодатель может сегодня представить этот отчет уже за апрель месяц, да, и по итогам окончания месяца в мае, в начале мая, его скорректировать. То есть подать дополнительные сведения. Ну а какая-то ответственность грозит тем, кто не подаст сведения, например, о своих работниках? Ответственность предусмотрена достаточно жестко. 500 рублей в случае, если не представлены сведения за каждого работника. Или если это сведения неполные или недостоверные. То есть ответственность серьезная. Поэтому, конечно же, хотелось, чтобы наши работодатели обратили внимание на эту отчетность. Простую отчетность. И предоставляли ее своевременно. Какая категория работодателей попадает под новые требования? Зависит ли от юридического статуса предприятия, от формы собственности? Крестьянско-фермерские хозяйства, например, должны отчитываться о своих работниках? Все, кто сегодня платит страховые взносы, пенсионный фонд за своих работников, они все отчитываются. Независимо от того, это индивидуальный предприниматель, или крестьянско-фермерское хозяйство, или большая организация, производственная какая-то, например, Саяна-Шушинская, ГЭС, Русал. Все работодатели, то есть у кого есть сегодня работники, и за кого платятся страховые взносы, все эти работодатели отчитываются. Ну вот если работодатель отчитался, что один или несколько его сотрудников в мае уволились, в каком месяце вот эти люди, пенсионеры, начнут получать проиндексированную пенсию? Технология сегодня отрабатывается, учитывая, что отчетность мы только принимаем первый раз за апрель, который еще не закончился, то есть отчетный период еще не закончился. Но с учетом той технологии, которая сегодня прописана, ориентировочно апрельским уволенным пенсионерам, то есть которые получили статус неработающий, мы, наверное, с 1 июля будем устанавливать уже пенсии, с учетом той индексации, которую они не получили в феврале. Но это вот ориентировочно, то есть получается два месяца проходит с момента приема отчетности за отчетный период, да, и где-то, наверное, ну да, два месяца получается. Ориентировочно два месяца. Ну а если пенсионер имеет какой-то официальный доход, например, сдает в аренду квартиру, но при этом платит налоги, ему будет индексироваться пенсия или нет? Ну, речь идет сегодня не о тех налогах, которые платит каждый из нас, в том числе за аренду квартиры, да, если сдает в аренду, а именно те выплаты, которые он получает у работодателя. То есть, соответственно, если он в аренду квартиру сдает и не платит ничего, у него нет, он не является работником, и в отношении этой аренды у него нет работодателя. Соответственно, он никак в базе и не пройдет работающий, он будет не работающий. То есть это его уже отношение с налоговой инспекцией по уплате налогов. А в данном случае страховые взносы не уплачиваются с этой суммы. Ну и раз уж речь зашла об индексации пенсии, скажите, пожалуйста, будет ли вторая индексация в этом году, потому как на российском уровне оговаривалось, что все будет решено по результатам первого полугодия, в зависимости от экономической ситуации в стране. Какие планы, прогнозы по поводу индексации пенсий? Мы в апреле участвовали и в коллегии Минтруда, у нас управляющий в Москву выезжал, я в марте выезжал тоже в Москву. Но с учетом того, что там сегодня звучит, вероятность второй индексации в этом году очень высокая. Но сказать, что это будет 100%, вот сегодня мы не можем. Но все прекрасно понимают, что эта индексация должна быть и должна, наверное, быть выше, чем первая. Вот. Все упирается в то, что источник. Денег сегодня в бюджете не хватает. Первая индексация проходит у нас, февральская, проходит по уровню инфляции прошлого года, то есть 15-го. Но не смогли там на уровень инфляции проиндексировать, сделали меньше. Вторая индексация, которая в законе прописана, она осуществляется по доходам пенсионного фонда. Ну вот, получается, сейчас перед правительством стоит задача и доиндексировать февральскую инфляцию, да, и с учетом доходов пенсионного фонда прибавить. Ну, боюсь сказать эту цифру, да, но на наш взгляд она должна быть однозначна, и, скорее всего, это будет более высокая индексация, чем в феврале. Ну что ж, будем в это верить. Спасибо, Николай Владимирович, за то, что пришли, за то, что ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Напомню, это была программа интервью, и сегодня гость нашей студии, заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Хакасии Николай Дурасов.